Новоиспеченный руководитель фонда регионального развития вовсю принимает поздравления и пожелания на своей странице в фейсбуке. По словам его друзей, лучшего директора для фонда не найти. Краткая биография такова. Закончил финансовую академию в Москве, работал аудитором в компаниях Евросеть Байкалфарм, в консалдинговом агентстве, а ныне генеральный директор торгово-монтажной компании Теплоком Восток. Борис Дембрылов уверен, хорошее образование вкупе с управленческим опытом ему помогут в развитии региона. Только вот планами на будущее поделиться отказался, собственно, так же, как и комментировать свое назначение. Фонд регионального развития Бурятии был создан пять лет назад. За это время сменилось уже два руководителя. Последний Анатолий Думнов ушел со скандалом. Причиной своей отставки он назвал избавлением Министерством экономики от неудобного человека. Анализируя ситуацию, экс-директор говорит о том, что руководить фондом – дело неблагодарное. Проблемы создают наши же родимые чиновники. Это и на муниципальном уровне, и на республиканском уровне. Понимание, что нужно создать максимально лояльные условия для инвесторов, не у всех есть. И поэтому приходится бороться с этим. Натуральным образом бороться. В ручном режиме некоторые вопросы решать. Приезжать в кабинет, убеждать, уговаривать. Где-то даже и ругаться приходится. Будущее фонда уже давно стоит под вопросом. Нужна или не нужна для нашей республики вот такая организация обсуждается на протяжении многих лет. Ежегодно на содержание фонда регионального развития из республиканского бюджета тратится более 18 миллионов рублей. Как итог – 39 инвестиционных проектов. Правда, в полную мощь пока ни один из них так и не заработал. Мы решили вспомнить, какую оценку эксперты давали деятельности фонда в эфире нашего телеканала. Мы видим, что реальная эффективность подобного рода фондов, она на самом деле близка к нулю. Даже скорее она отрицательна. Потому что люди не просто тратят деньги. Если бы они просто тратили деньги и сидели за дно, они на самом деле заводят нас в тупик. На самом деле ничего не происходит. И ничего не может произойти. Почему? Потому что прежде всего, во-первых, люди там не те. Это просто чиновники. Причем наиболее удобные чиновники. Во-вторых, методики организации там совершенно неправильные. Заучит в Бурятии. Не нравится то, что он не работает с бизнесами на Бурятии, с мелким бизнесом. А ищет в основном крупных инвесторов за пределами Бурятии и вообще за пределами Российской Федерации даже. Ну и мы на себе никак не ощущаем деятельность этой фонды. Фонд работал. Потратил какие-то 18 миллионов за год на себя. Но при этом ничего не сделал. Насколько я могу судить. Я просил своих знакомых предпринимателей, кто об этом что-то слышал, никто ничего о нем не слышал. То есть структура работала сама для себя, для удовлетворения своих потребностей. Поэтому я считаю, что такие структуры в принципе не нужны. Слава Богу, что его, может быть, определились с руководителем фонда. Но возникает вопрос, а чем он должен заниматься, если ни структура, ни функционал, ни полномочия, ничего не определено заранее. То есть, получается, пригласили человека, который пока не ясно, чем должен вообще заниматься. Хотелось бы пожелать, чтобы он все-таки сумел в этой каше разобраться. Еще два месяца назад мы говорили о том, что в целесообразности работы фонда сомневается и Министерство финансов России. Остро стоял вопрос о реорганизации учреждения. В то же время Алексей Цыденов заявил, что намерен в полную силу поддерживать предпринимателей. Поддержка бизнеса – это одна из основных целей, которые я сейчас перед собой ставлю. И ставлю перед командой, с которой буду работать. Потому что бизнес – это все. Это рабочие места, это налоги, это доходы населения. Развитие бизнеса в целом формирует экономику региона. И я намерен создать условия в республике, чтобы они были для бизнеса не просто доступны, а чтобы они были комфортны или даже так суперкомфортны. Правда, будущее фонда регионального развития все равно остается под вопросом. К тому же, исполняющий обязанности главы Бурятии предлагал на эту должность совсем другого человека. А Борис Дымбрылов обещал дать развернутое интервью после официального вступления в должность. Елена Власова, телекомпания АТВ.